Фонд Евразия Центральной Азии – это неправительственная организация, образованная в 2005 году в Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан активно реализует программы в следующих направлениях – молодежь и образование, развитие гражданского общества, помощь социально уязвимым слоям населения, поддержка социального предпринимательства. С ноября 2012 года по февраль 2015 года Фонд Евразия в Центральной Азии реализовал проект «Поддержка сельских неправительственных организаций». Проект был нацелен на развитие равноправного и демократичного общества через усиление организационного развития сельских НПО. Проект был призван решить следующие задачи – усилить диалоговые платформы для сельских НПО посредством увеличения потенциала ресурсных центров, усилить институциональный потенциал и навыки управления проектами сельских НПО, повысить осведомленность местных сообществ, бизнес-структур и государства о проекте и вовлечь в их деятельность общественные организации. Проект был реализован в течение 28 месяцев. Бюджет проекта составил 297 тысяч евро. Партнерами проекта выступили Гражданский альянс Казахстана, Общественный фонд «Комеда», Школа менеджмента НПО Швейцарии. Проект был реализован в семи областях Казахстана – Атыраусской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павладарской, Южно-Казахстанской, Казалардинской, Алматинской. В рамках проекта представители ресурсных центров и НПО сельской местности семи областей Казахстана прошли обучение по оценке потребностей неправительственных организаций и сообщества, по результатам которого были оценены более 60 НПО. Также участники проекта прошли обучение по институциональному и организационному развитию и по управлению проектами. Самое важное – этот проект направлен на поддержку сельских НПО, которые так необходимы многим организациям региона. Проект, безусловно, помог нам повысить свои знания и навыки в институциональном и организационном развитии наших организаций. Я думаю, что это хорошее начало. До участия в проекте мы, конечно, обсуждали наши планы и цели на год, но эти обсуждения не имели системного характера. Все было достаточно поверхностно, не рассчитывались риски, возможности и угрозы. Сейчас мы хорошо знаем, что такое стратегический план в организации и следуем ему. Это очень упрощает процессы согласования и объединяет команду. Благодаря участию в тренингах наша организация за такой короткий срок перешла на новый этап развития. После серии тренингов среди участников проекта прошел грантовый конкурс с денежным фондом в 3000 евро для каждого НПО, по результатам которого были поддержаны инициативы 16 сельских организаций. Проекты охватывали такие направления, как помощь социально уязвимым слоям населения, дети и молодежь, услуги в сфере образования, здравоохранения и другие. В начале проекта «Мы сможем все» мы планировали привлечь 10 детей. Благодаря родителям, которые увидели объявления в газете и рассказывали друг другу о проекте, число детей достигло 24. Они каждый день с удовольствием приходили на занятия, неохотно расставались и с нетерпением ждали новой встречи. Жаль, что проект краткосрочный. В душе каждый участник хотел, чтобы проект длился как можно дольше. До начала проекта в ауле не было совещательного органа при Акимате сельского округа, и отношения между общественной организацией и властью не были налажены. Проект послужил диалоговой площадкой, где жители с одной стороны смогли узнать о новом подходе в управлении территорией, о своих правах. Для людей было очень важно адресовать свои нужды и потребности для того, чтобы жизнь на селе улучшалась. Нужен был мостик от народа к Акимату, и проект наладил эту связь. После реализации мини-проектов в указанных регионах прошли форумы. На форумах 16 НПО, реализовавших мини-проекты, презентовали результаты своей работы, обсудили возможности партнерства с представителями государственной структуры и бизнеса, обсудили вопросы, волнующие сообщества, и предложили свои рекомендации для улучшения работы сельских НПО. В результате проекта улучшились жизненные условия более 1300 человек из числа уязвимых слоев сельского населения. Так трудоустроились 23 человека с ограниченными возможностями. 24 ребенка-инвалида обучились рукоделию, что позволило им получать доход на ярмарках и социализироваться в обществе. 78 женщин села обучились частному предпринимательству, благодаря чему некоторые из них открыли свой бизнес. 68 молодых людей прошли тренинги по здоровому образу жизни, 268 — по своим правам, благодаря чему начали активно вовлекаться в общественную жизнь. Для 75 детей были организованы досуговые и обучающие кружки и курсы компьютерной грамотности. В ходе проекта также укрепились взаимоотношения сельских НПО с местными органами власти. Кроме того, представители гражданского общества приобрели новые знания и навыки, повысив свой профессионализм и улучшили условия своего труда. Доставила вас великость! Вместе мы — сила! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова